Смотри, ты пришёл сюда к нам, и ты сказал, что пророк Мухаммад Мирьяму убил человека и женился на его жене. Это неправдивая история. Но ты скажи мне полную историю. Нет, подожди. Когда я поправил тебя, ты сказал «нет-нет, я знаю историю». То есть ты знаешь контекст, который против тебя. И мой вопрос к тебе, со всем уважением, почему ты не упомянул весь контекст? Но мой основной вопрос был, можно ли жениться насильно? Конечно, жениться насильно нельзя. Это харам. То есть она вышла замуж по своей воле? Да, по своей воле. То есть в тот же день, когда... Да, пророк Мирьяму сказал ей, либо ты остаёшься за мной, либо уходишь. Но как она могла выйти замуж? Знаешь, ты должен отправить ей имейл. Отправ имейл и спроси её. Но какая женщина может... Могу я сказать тебе кое-что. Братья, смотрите, почему ты думаешь, что у тебя есть право говорить за Софию бинту Хая и бинту Ахтоп? Почему ты думаешь, что у тебя есть право говорить за неё? Но я лишь задаю вопросы. Нет-нет, мой вопрос к тебе. Представь, что я женился на женщине. Она счастлива со мной, я счастлив с ней. Думаешь ли ты, что у тебя есть право говорить от нашего имени? Ну, скажи мне... Попей, попей. Нет-нет, я в порядке. Так вот, мой вопрос, если я женился на женщине, она счастлива со мной, я счастлив с ней. Почему ты думаешь, что у тебя есть право говорить от нашего имени? Ну, я не думаю, что у меня есть право, я лишь спрашиваю. Подожди, подожди, шаг за шагом, чтобы было понятно. Кто назначил тебя говорить от имени Софии бинту Хайей бинту Ахтоп? Никто. Ладно. София, она любила посланника Аллаха. Она оставалась с ним, и она не убегала от него. Она могла убежать. Она никогда не убегала. Но она выбрала остаться с ним, когда он сказал ей, что она свободна. Она сказала, нет, я хочу остаться с тобой, посланник Аллаха. Так почему ты думаешь сейчас, спустя 14 столетий, что у тебя есть право говорить за неё? Но я не думаю, что это реальная история. Ладно, откуда ты взял историю? Дай нам историю. Ну, из мусульманских источников. Да, я рассказал тебе из мусульманского источника. Я очень хорошо знаю мусульманские источники. Альхамдулиллах. Не все, конечно. Но конкретно эту историю я знаю. Ещё раз, как тебя зовут? Ови. Ови. Она была счастлива, хорошо? Как Аиша. От Аиши не передаётся ни одного предания, да будет доволен ею Аллах. Где она говорила, что она не была счастлива с пророком Мирьему. Но сегодня, в 2019 году, в парке ораторов, есть люди, которые думают, что они имеют право говорить от её имени. Поэтому мой вопрос к вам. У вас что, есть электронное письмо от Аиши, в котором она сказала вам, чтобы вы говорили от её имени? Почему у вас такой менталитет? Почему вы думаете, что вы имеете право говорить от имени людей, даже если они счастливы? Это как Америка. Знаешь Америку? Иракцы были счастливы в Ираке. Но Америка сказала, нет, они не счастливы. Надо пойти и помочь им. Они даже не спросили их, счастливы ли они. Оставьте их в покое. Ты понимаешь? Сегодня люди смотрят на чужие кухни. Сначала прибери свою кухню, а потом иди чистить чужие. Хорошо. Поэтому мой вопрос к тебе. Ты христианин? Православный. Православный христианин. Ты знаешь, как говорится, если твой дом построен из стекла, не бросай камни в чужие, потому что ты сломаешь его. Считаешь ли ты правильным убивать детей? Нет. Хорошо. Когда Бог сказал Самуэлю убить младенцев и зарезать их заживо, считаешь ли ты, что то, что сделал Бог, было правильным? По моему человеческому суждению, нет. Но разве это не твой Бог тоже? Нет-нет. Прежде чем спрашивать, мой Бог или нет, конечно, я верю в того же Бога. Но я не верю в эти отрывки. Я не верю, что Аллах повелел своему пророку пойти и убить младенцев и детей, зарезать их заживо, из-за греха, который произошел 400 лет назад. Я не верю в это. Потому что Аллах сказал в Коране, «Валят азиру азиратум уэзра ухра». Ни одна душа не понесет чужого бремени. Он не введет тебя в огонь из-за того, что сделали другие люди. Нет. Так что в исходе Бог сказал пойти и убить младенцев и детей. Ты знаешь почему? Потому что их предки сделали что-то и я кого. Поэтому мой вопрос к тебе. Думаешь ли ты, что это было правильно, что Бог сделал это? Ну, не мне судить действия Бога. Правильно. Не тебе этого делать. Но разве ты можешь также судить действия пророка Мохаммада, мир ему? Но пророк Мохаммад был человеком. Самуэль тоже был человеком. Разве он не был человеком? Я не говорю, что он был прав, то, что он сделал. Да. Но это Бог сказал ему. Ты веришь, что Бог может повелеть сделать зло? Но я не знаю весь контекст. Нет. Там так и написано. Нет проблем. И также, ты знал, что в Библии Моисей, согласно Библии, он приказал своим воинам убить всех женщин, спавших с мужчинами, и оставить маленьких девочек себе. Зачем? Я не знаю. Знаешь, что сказал пророк Мохаммад, мир ему? На войне. Знаешь, в контексте войны. Не так, как делают эти трусы из спецслужб. Они идут и взрывают поезда и убивают невинных людей. Нет. Пророк, мир ему, сказал. На войне не убивайте женщин, не убивайте детей, не убивайте мужчин, находящихся в храмах. К примеру, идет война, и некоторые люди спрятали в церкви. Нам не дозволено пойти и убивать их. Ты знал об этом? Но нам дозволено убивать тех, которые идут убивать нас. Так что посмотри на ясные учения пророка Мохаммада, мир ему. Не убивайте женщин, детей и стариков. Однажды на войне одна женщина была убита. И пророк, мир ему, сказал, вы не должны убивать женщин. Он сказал, не убивайте женщин. Но у тебя в твоей Библии убивайте женщин, детей и младенцев. И даже согласно Библии, если ты священник, и твоя дочь совершила прелюбодеяние, знаешь, какое наказание? Ее нужно сжечь заживо. Сжечь заживо. И ты серьезно приходишь к нашему пророку, мир ему. А что насчет людей, которые решили не быть мусульманами? Нет, нет, подожди, подожди, подожди. В Библии, прежде всего в Библии, Бог сказал Моисею, если человек изменит свою религию, забейте его камнями до смерти. Правильно ли, когда Бог сказал это? Они говорят нет. То есть твой Бог... Подожди, позволь мне понять тебя правильно. То есть твоего Бога невозможно понять? Это только моя вера. Нет, я говорю о Боге. Не о твоем мнении. Я говорю о Боге. Был ли Бог прав? Я лишь говорю мое мнение, я не представляю всех. Это лишь мое личное мнение. Когда Бог сказал в Библии убить того, кто поменял свою религию, он был прав или не прав, когда сказал это? Ну, Бог сказал и сказал. Ну вот видишь. Тогда зачем ты задаешь мне этот вопрос? Ты ведь говоришь, Бог сказал и сказал. Когда христианам говорят, ваш Бог сказал это, нет проблем. А если мусульмане говорят? Нет, нет, нет. Ну, я не верю, что какой-либо христианин сделал это. Потому что мы верим, что следуем новому закону. Что за новый закон? Извини. Новый закон это демократия? Нет, нет. Мы, христиане, следуем закону Нового Завета. Мы больше не следуем Ветхому Завету. В Новом Завете, Матфей 5, 17, Иисус сказал, «Я не пришел, чтобы отменить закон или пророков, но Я пришел, чтобы исполнить их учения». То есть Он пришел, чтобы исполнить его? Да, Иисус пришел, чтобы исполнить его, а не идти против него. В Ветхом Завете сказано, что если вы посмотрите на женщину, это грех. А если ты посмотришь на женщину-вожделей ее, вырви глаз и выбрось его. Да, но... Ты когда-нибудь смотрел на женщину с желанием? Да. Тогда почему у тебя все еще два глаза? Смотри, оставь все это в стороне. Ты знаешь, что сейчас происходит? Сегодня христиане оказались под влиянием. И также некоторые мусульмане из-за того, что люди изменились. Хорошо? На людей подействовал либерализм. Хорошо? И секуляризм. И что они сделали? Они спелись с либерализмом. И они начали изменять учение Бога. Но мы говорим «нет». Мы рады учениям Бога. Потому что Бог более справедлив и более мудр. Поэтому, когда Аллах что-либо узаконил в Своем Коране, или Сунни Пророка, за этим есть мудрость. И там есть также что? Там есть условия. Не просто иди убивай всех вокруг. Нет. Там нет такого. Ты понимаешь? Ты понимаешь это? В исламе те, кто должен исполнять шариатский закон, не ты, не я, не он. Но это мусульманские власти в мусульманской стороне. Они в Британии, как те глупцы, которые говорят, что мы здесь, чтобы применять шариат. Они глупцы. Потому что это мы приехали сюда. У них здесь свое правительство. Это не мусульманская сторона. Мы здесь не для того, чтобы захватить власть и принудить их силой. Нет. Мы должны быть справедливыми. Мой вопрос. Давай вернемся к основам. Ты веришь в Бога? Да. И ты веришь, что у твоей жизни есть цель? Да. Хорошо. Является ли Иисус Богом? Он сын Божий. Он сын Божий. То есть ты не веришь? Он не является самим Богом. То есть ты не веришь, что Иисус является Богом? Он разделяет свою природу. Но он не является самим Богом. Он сын Бога. Так что это другое. Извини, я немного запутался. Он Бог или нет? Это мой вопрос. Иисус Бог или нет? Да. Он как бы не единый Бог. Он его сын. То есть его сын. Что ты имеешь в виду под этим? Он как бы разделяет природу с отцом. Он говорит о Боге, как о его отце, правильно? Да, но я говорю, он как бы не утверждал, что он сам Бог. Ты должен понять, что когда ты говоришь сын Бога, мы говорим на английском правильно. Поэтому, когда на английском мы говорим сын, у слова сын есть три значения. Когда женщина и мужчина производят сына, или когда старик говорит молодому юноше мой сын, или приемный сын. Так что какой из трех? То есть, может быть, только эти три варианта? Но это английский язык. К примеру, я говорю тебе, у меня есть холодильник для тебя. И когда ты приходишь ко мне, я даю тебе микроволновку. Но ты говоришь мне, Шамси, холодильник отличается от микроволновки. Ты понял? Поэтому, когда ты говоришь, что Иисус сын Бога, когда мы смотрим на английский язык, у слова сын есть только три значения. Так что это значит, ты говоришь на английском языке. Не говори, что это значит что-то другое. Так что это значит? Но это человеческий язык. Мы не можем изобразить через наш человеческий разум. Знаешь, я не говорю, что у Бога была половая связь с человеком, и появился ребёнок. Да, ладно, теперь я понимаю тебя. Так что теперь ты говоришь, потому что у Иисуса никогда не было отца, поэтому Бог его отец. Да. Но у Адама не было ни отца, ни матери. Так кто его отец и мать? Но Адам был создан из глины. Хорошо, из глины. Но кто его отец и мать? Никто. Мы не знаем. Нет-нет, он первый человек, поэтому никто. Хорошо, теперь Ева. Ева была создана из Адама. Значит, она произошла от мужчины. Но есть ещё одна вещь. Здесь отсутствует ещё одна сторона – женщина. Так что, кто её мать? Мы можем ссылаться только на то, что сказал Бог. Знаешь, что сказал Аллах? Мы знаем только из того, что мы читаем в книге Бытия. Знаешь, что говорит Аллах? Он показывает свои силы и могущества. Потому что, чтобы мужчине получить ребёнка, у него должна быть жена, не так ли? Да. Бог хочет показать тебе, что он может создать человека, не нуждаясь в другом человеке. Хорошо? Поэтому он создал Адама без какого-либо человека. И затем Бог показывает, что он может создать человека из мужчины без женщины. Ты со мной? И это Ева. Хорошо? А теперь Бог хочет показать тебе, что он может создать другого человека из женщины без присутствия мужчины, которым является Иисус. Так что ни один из них не ребёнок Бога. Но все они слуги Бога. Поэтому Аллах сказал в Коране. Христиане и арабские многобожники сказали, «Милостивый взял себе сына». Этим вы совершаете ужасное злодеяние. Аллах говорит, «Небо готово расколоться, и земля готова разверзнуться, и горы готовы рассыпаться в прах от того, что они приписывают милостивому сыну». Аллах говорит, «Не подобает милостивому имя сына». Знаешь почему? Потому что Бог есть Бог, а человек есть человек. Ты понимаешь? Мы кто? Мы являемся творениями Бога. Поэтому, знаешь, я верю в Иисуса. Это один из великих посланников Бога. И Он один из избранных пророков Бога, без никаких сомнений. Он знает это. Несомненно. Как мусульмане, мы обязаны верить в это. Но как бы там ни было, я верю, что учения Иисуса, посланника Бога, были искажены. И ты можешь увидеть много вещей, которые не имеют смысла. Ну, я бы и не сказал, что они были искажены. Но ты должен смотреть на положительные вещи. Если ты веришь в это, это вредит твоему сердцу. Ладно. Я задам тебе вопрос. Веришь ли ты, что мудрейший Бог, справедливый ищий Бог, оставил нас с книгой, в которой смешаны правда и ложь? Или же Он разъяснил бы нам истину? А в чем искажение? Нет, я спрашиваю тебя. Оставил бы нас Бог с искаженной книгой, в которой смешаны истина и ложь? Или разъяснил бы нам истину? Ну да, Он бы объяснил истину. Конечно. Он разъяснил бы нам истину. Хорошо. Так что теперь, когда я сказал тебе о том, что в Библии есть некоторые учения Иисуса, или учения, которые приписываются Ему, которые не имеют никакого смысла, ты сказал, что нет. Вы должны смотреть на положительные вещи. Да, но Библия, стихи в ней, они утверждают, что все они от Бога. Но Бог никогда не оставит нас с этим. Но Бог отправит другого посланника с правильным учением. Вот почему я верю, что был отправлен пророк Мухаммад мир ему. Он пришел с учением поклоняться только одному Богу, верить в Иисуса, Моисея. И знаешь, есть много способов показать, что пророк Мухаммад не был же пророком. Почему? Потому что если бы главной целью пророка Мухаммада мир ему было бы получить больше последователей, то когда он был в Медине, он бы встал на сторону евреев. И сказал бы им, да, вы правы, Иисус был сыном прелюбодейки. Но что он сделал? Он сказал, нет, вы лжецы. Иисус не был бастардом. Поэтому пророку Мухаммаду мир ему. Не было нужды защищать Иисуса в Медине, если он был же пророком. Потому что он ищет лишь последователей. И это показывает тебе, что пророк Мухаммад не имел власти над Кораном. И что бы Аллах не повелел ему сказать, он говорил. Поэтому он защищал Иисуса в то время, когда ему не было нужды делать этого. Ты со мной? Хорошо. Ты со мной? Да. Иншалла. Он с тобой? Нет-нет. Так что это имеет смысл. Знаешь почему? Потому что если я хочу последователей, если я хочу последователей в Британии, к примеру, я скажу что угодно, чтобы угодить британскому народу. Я хочу, чтобы они последовали за мной. Но он угодил им. Где? Он угодил Курайшитам. Нет, он отверг их. Он сказал, что все ваши боги – это лжебоги. Он не угодил им. Но он отверг их. Он угодил им. Как? Покажи мне. Ну да, в истории, где он был с ними, и он сказал им, помолитесь вашим богам, и они… Эта история была сфабрикована. Это выдуманная история. Ты говоришь о Гараниху-ль-Уля. В которой пророк мир ему читал аят, и шейтан что-то сказал ему. Это сфабрикованная история. И шейх Аль-Бани, один из ученых хадисов, он сказал, что эта история сфабрикована. Ты поляк? Нет, я армянин. Я скажу тебе кое-что о Шамсе. Он будет поститься за тебя ночью, чтобы ты… Нет, брат, я не делаю пост за людей. Он попросит бога и будет держать пост, чтобы он наставил тебя на истину. Нет, нет, нет. Это Колин. Он смешной парень. Смотри. Я говорю, изучи это. Я мусульманин, но я читал Библию, я изучал её. Почему? Потому что знание в исламе является ключом. Знание очень важно. Не повторяй слепо за другими. Ты кажешься умным человеком. Поэтому не повторяй всё, что они говорят тебе о пророке Мухаммаде Мирьему. И как я уже говорил, есть много способов доказать, что пророк Мухаммад – истинный пророк. И ислам – истинная религия. И что Коран – это слово Аллаха, без всяких сомнений. Но знаешь, все так говорят, приходи к моей религии, она истина. И знаешь, если хочешь спастись, иди к нам. Я тоже могу сказать, приходи к нам. Знаешь, расскажи мне об этом. Как человек, который жил 1400 лет назад, предсказал будущее? И не просто пророчествовал о будущем, но также пришёл с книгой, в которой Аллах сказал, что эта книга Коран, её будет легко запоминать. Ты со мной? Её будет легко запоминать. И нет книги на земле, которую выучили наизусть сотни миллионов людей, кроме Корана. Иудеи, Тора – очень важная книга для них. Христиане, Новый Завет очень важен для них. Но как так, что Коран – единственная книга, которая была заучена наизусть слово в слово, буква в букву, миллионами людей по всему миру? Что особенного в этой книге? Изучена кем? Ты скажи мне. Мусульмане, дети мусульман, от пяти до семи лет. Знаешь, в Алжире самый маленький хафиз Корана – четыре года. Сколько страниц? Сколько страниц в Коране? Семьсот страниц, буква в букву, слово в слово. И даже африканцы и европейцы, которые не говорят на арабском языке, запоминают Коран на арабском языке в слово в слово. Если существует книга подобная этой, она никогда не будет изменена. Знаешь почему? Например, алфавит. Если сейчас я напишу А, Б, Д, Е, Ё, Ж, З, я могу изменить его. Но все здесь, основываясь на своей памяти, могут сказать, что на самом деле алфавит А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З. И также Коран. И посмотри на учения пророка Мухаммада Мирьему. Хорошо? Я не хочу, чтобы ты был просто повторяющим за другими. Вот здесь. Это подарок для тебя. Прошу, прочитай. И вот это. Изучи это. Ты когда приходишь сюда? Ну, по-разному. И там есть наш веб-сайт. Откуда ты? Понятно. Значит, снаружи. А я отсюда, недалеко. Понятно. Поэтому я дал тебе веб-сайт. Если у тебя есть какие-либо вопросы, можешь написать нам. Я не о том, что можно менять религию. Я не говорю, что ты не должен проповедовать, чтобы обращались в твою религию. Нет, дело не в обращении. Дело в том, что я беспокоюсь о тебе. Если я беспокоюсь о тебе, если я хочу для тебя блага, я не буду принуждать тебя. Но я покажу тебе разумные доказательства, осязаемые доказательства, почему ислам это истина. И почему пророк Мухаммад Мирьему истинный пророк. Но обращаться в религию этого недостаточно. Конечно, ты должен изучать. Знаешь, два дня назад к нам пришёл англичанин и принял ислам в нашей мечети. И я говорил с ним две недели назад. Я сказал ему, знаешь, стань мусульманином. И он сказал, не время для этого. И он сказал мне, дай мне две недели. Я ему сказал, ты ведь никогда не знаешь, когда ты умрёшь. И альхамдуллях, он вернулся в пятницу и принял ислам. Так что ты никогда не узнаешь. Поэтому изучай и считай. Потому что ты непременно умрёшь. Аллах сказал в Коране, скажи, смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас. После чего вы вернётесь к сведущему сокровенное и явное. И он сообщит вам о том, что вы совершали. Аллах дал нам разум и интеллект, чтобы мы размышляли. Почему есть христианство, иудаизм и ислам? Это большие религии. Почему они утверждают, что они все следуют пути пророка Авраама Мирьему, но отличаются друг от друга? Почему? К примеру, иудаизм. Ветхий Завет говорит, что Бог сожалеет. Это не Бог. Ведь это значит, что Бог не знает будущего. Я сейчас немного в замешательстве. То есть ты веришь в одного и того же Бога? Да, но я верю. Но ты говоришь, что он не Бог. Нет, я верю в того же Бога. Однако я не верю в те качества, которые Богу были предписаны в Библии, которые являются неверными. То есть Тора не точна? Не вся она, конечно. Есть некоторые истинные учения, без сомнения. Но не вся. Как ты можешь различать? Коран является критерием для меня. Хотя даже если отложить Коран в сторону и использовать свой разум и естественные склонности... Например, Бог сожалеет. Это не природа Бога. Сожаление – это не качество Бога. Ведь сожаление подразумевает то, что ты не знаешь исхода определенного поступка. Поэтому ты сожалеешь. Ты знаешь, о чем я говорю? Когда Бог создал людей на земле, и затем Он пожалел об этом. Это не слова Бога. Но прочитай эти книжки. Если есть какие-либо вопросы, я рад, чтобы ты вернулся. Хорошо? Аль-Саляму алейкум, братья и сёстры. Подписывайтесь на наш Бусте. Я публикую там видео без рекламы. И они открыты для всех, кто хочет смотреть. Так что подписывайтесь. Иншаллах в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Ссылку я оставлю в описании.